Привет, меня зовут Ольга Ермилова, и я знаю, как помочь тебе достичь всех твоих целей. Я решила начитать свою же книгу для того, чтобы мы могли познакомиться чуть ближе, и вы могли со всеми интонациями, выражениями, чувствами, ощущениями услышать то, чем я хочу с вами поделиться. Что ж, я действительно знаю, как помочь тебе достичь всех твоих целей. Не веришь? Это твой выбор, но я бы рекомендовала тебе не торопиться с выводами. И дослушать это не столь большое повествование до конца, потому что я точно знаю, что то, о чем я тебе расскажу, работает. В детстве я твердо знала, что когда вырос, то обязательно буду жить в роскошной трехкомнатной квартире в центре Киева. Поскольку жила в двушке, где в одной комнате спали бабушка с дедушкой, а в другой я вместе с мамой и папой, для меня этот формат представлялся роскошью. А о том, что комнат в квартире может быть больше трех, я даже не подозревала. У меня должна была быть новая иномарка. Именно новая. Потому что я вечно слышала и видела, как старые машины не заводятся и месяцами чинятся прямо под домом. Иномарка, потому что в девяностые от самой приставки «ино» становилось дико круто и пафосно. Еще я мечтала о том, что никогда не буду смотреть на ценники в магазинах и выбирать между тем, купить своему ребенку новые туфли или себе куртку. Список своих целей я выписывала в детскую тетрадь с медведем на обложке. И была лишь одна проблема. Я не имела ни малейшего понятия, как воплотить эти цели в жизнь. Родители говорили, что дело в оценках, которые ты получаешь в школе. Но почему-то мне слабо в это верилось. Хотя на всякий случай я все-таки была круглой отличницей, хотя я не знала многих предметов. Но зато я обладала прекрасным качеством. И видела, в чем нуждаются мои учителя, и очень умело предлагала им свою помощь. Так, став старшеклассницей, я регулярно заменяла английский в младших классах, пока моя учительница пряталась в другом классе с подружкой. Заполняла табели, вела школьные концерты и старалась быть дружелюбной нормальной девочкой. Моя стратегия отлично сработала. Но, как я и думала, оценки во взрослой жизни не имели абсолютно никакого значения. И тогда я принялась внимательно наблюдать за людьми, с которыми общались мои родители, и в жизнь которых я могла заглянуть с самых разных сторон. Они делились на две четкие группы. Первая группа – обычные люди. Живем, как все. Это самая большая группа людей, которых, я уверена, и среди вас большинство. Люди, которые абсолютно убеждены в том, что от них ничего в этом мире не зависит. Президент, начальник, родитель, партнер – всегда есть кто-то, на кого вы с удовольствием свесите всю ответственность, когда нужно оправдать, почему у вас не получилось. Меня уволили, мне мало платят. Президент принимает не те законы. Мой муж – жена. Меня не уважает. Никто не хочет меня поддержать. От меня все чего-то хотят. Я постоянно делаю все для других, а они неблагодарные. Я бы хотел все изменить, но у меня нет денег. Вот если бы деньги у меня были, но ведь их нет. Я вырос не в той семье. У меня просто не хватает времени. Мне никто не говорит, что делать, а самому там ниоткуда знать. Если в этих фразах вы узнали себя, поздравляю. Вы только что зафиксировали первую причину того уровня жизни, который вы имеете. Я называю его уровнем ребенка. Вы стали взрослыми в цифрах, но поведение ребенка взяли с собой. Вы не желаете брать ответственность за свою жизнь и принимать, что никто. Повторяю, абсолютно никто ничего вам не должен. Семья, страна, босс, президент – никто. Вы взрослый. И каждый день вас окружают сотни тысяч людей, которые успешны и многого добились в этой жизни, находясь ровно в таких же условиях, как и вы. И единственное, что вас отличает, это выбор модели поведения. Вы ребенок, а значит, боитесь принимать решения и в результате являетесь жертвой чьих-то приказов. Мама, я хочу съесть сырники. Нет, ты будешь есть кашу. Но я не люблю есть кашу. А кто тебя спрашивает? Вырастешь, заработаешь деньги и купишь сырники. А пока я твоя мама, и ты будешь делать то, что я тебе говорю. Данная схема классическая. И вы наверняка вспомните сотни подобных ситуаций, при которых вам приходилось делать именно так, как того хотели другие. Вы привыкли, и вам даже понравилось не быть ответственным. И вот ваш результат на сегодня. Маленькая квартирка, дешевая одежда и постоянная истерика, где взять деньги, чтобы за все заплатить. Этих людей я видела постоянно. На совместных посиделках они взахлеб жаловались на государство, обсуждали успешных знакомых и то, какой же все-таки страшный и нехороший человек их начальник. Порой мне казалось, что люди получают нескрываемое удовольствие, обсуждая проблемы друг друга и гоняя по кругу одно и то же 25 раз подряд. Скажу честно, я ненавидела эти разговоры и никак не понимала, почему люди не хотят говорить о чем-то хорошем, пока не осознала, что хорошего в их жизни особо и не было. Вторая группа – особенные люди. Она была значительно меньше, но я страшно любила, когда они или мы приезжали друг к другу в гости. Все в них мне казалось волшебным. Они были какие-то смелые, спокойные, никогда не говорили о проблемах, а наоборот. Всегда рассказывали о путешествиях или новых покупках, об интересных фильмах или прочитанных книгах. Такие друзья всегда приезжали на машине и от них пахло дорогими духами и успехом. Мне безумно нравились именно эти люди, и я часто просила маму заехать к кому-то из них. Спустя годы, когда глубже изучила людей, я осознала, что именно мне в них нравилось. Они никогда не говорили о других, только о себе. Они не обвиняли кого-то, а рассказывали о том, какие действия совершили сами. Они не ждали, что кто-то скажет им, что делать. Они сами создавали свою жизнь. Поэтому, когда передо мной встал вопрос выбора, принять ответственность на себя и стать у штурвала собственной жизни, самостоятельно решая, кем быть, где жить, какие ценности сделать главными или остаться ребенком и позволить дать советы другим людям, я без раздумия выбрала первый путь. И, имея на тот момент совсем небольшую зарплату, вместе с подругой сняла квартиру и переехала из дома родителей. Если вы захотите узнать всю мою историю, вы можете посмотреть обо мне в видео, ссылка у вас прилагается. Или почитать мою книгу «Зажигалка», а может быть, даже послушать, потому что ее я тоже не начитала. Потому что сейчас я хочу продолжить рассказывать вам о том, что начала. А именно, объяснить вам, почему вы не достигаете своих целей. Итак, с первым пунктом мы немного разобрались. Давайте подытожим. Хотите начать проживать свою жизнь? Вам придется проститься со статусом ребенка. И отныне каждый раз, когда вам захочется объяснить другим, почему вы живете с родителями, почему ваш дом столь бедный, почему вы зарабатываете так мало, или почему до сих пор вы так и не работаете, вы не будете перечислять, кто в этом виноват, а возьмете ответственность на себя. «Я зарабатываю столько, потому что большего я не стою, и мне никто не хочет платить больше». Что даст вам это заявление? А то, что вы сможете задать себе вопрос, «А что мне нужно сделать, чтобы зарабатывать больше?» «Стать более ценным». Ок. А что это значит? Чему мне нужно научиться? Начав работать над такими вопросами, вы сможете легко и быстро понимать, чего вам не хватает для того, чтобы ваши цели достигались легче. Ведь согласитесь, куда проще сесть за руль и поехать, куда тебе нужно, чем сесть в автобус, за рулем которого не особо трезвый водитель, несущийся непонятно куда и лишь иногда открывающий двери на нужной вам станции. Но откуда вам, по сути, знать, какая станция вам нужна, если вы никогда толком и не задавались этим вопросом в деталях? И тут как раз переходим к пункту номер два. Чтобы достичь нужной станции, необходимо проложить свой жизненный маршрут, то есть обозначить цели, чего вы хотите. А тут, внимание, есть нюанс. Вы удивитесь, но большинство людей не то чтобы не умеют ставить цели правильно, а вообще не могут четко сформулировать, чего именно они хотят. Этому тоже есть логическое объяснение. Дело в том, что с самого раннего возраста мы начинаем впитывать все, что видим и слышим. И если родители постоянно говорят о том, что деньги – это проблема, их сложно зарабатывать и вообще даже хорошо, что они такие бедные, зато честные и порядочные, а все, у кого их много, просто воры и не имеют никаких ценностей. Не стоит удивляться, почему сегодня, когда вы выросли, вы не в состоянии много зарабатывать и, мало того, даже считаете себя недостойным денег. Денежные программы – одни из самых глубоких. Так как мы живем в материальном мире, и как ни крути, наличие денег помогает нам быть смелыми, уверенными и раскрепощенными. А их отсутствие делает неуверенными, держит в постоянном напряжении и заставляет думать о деньгах, включая проблем и негатива. Ведь если бы в мире не было денег, вам бы не нужно было так сильно о них волноваться, и ваша жизнь была бы гораздо легче. Следовательно, деньги превращаются для большинства людей в сплошное страдание, и от этого их становится еще меньше. Но эту взаимосвязь я раскрою вам немного позже. Такие убеждения есть у нас абсолютно в каждом жизненном аспекте. Если вы росли в неполной семье, где родители часто ругались, или где имело место унижение одного из партнеров, следует понимать, что не стоит удивляться теперь тому, что ваша личная жизнь далека от идеалов, а ваш партнер так сильно напоминает вам отца или вашу маму. А теперь самое важное. Всю жизнь мы живем по одному и тому же сценарию. С нами что-то происходит, а мы только реагируем на это, выбирая из ряда привычных реакций. Он кричит, я плачу. Чего-то хочу, но знаю, что нет денег, поэтому запрещаю хотеть. Получаю зарплату и живу на нее. Больше заработать не в состоянии. С друзьями всегда обсуждаем проблемы друг друга. Прихожу домой, смотрю телевизор. Мы с вами совершаем большое количество действий, но если вы внимательно проследите за тем, что делаете, увидите некую закономерность и цикличность действий. Это неплохо и нехорошо. Просто так есть. А теперь ответьте себе на вопрос, почему вам так сложно хотя бы что-то изменить в своей жизни и стать на новые рельсы. Ваши сценарии поведения, а попросту привычки, настолько отработаны в формате мыслей и действий, что вы не в состоянии их изменить, пока не начнете действовать кардинально по-новому. Вы рассматриваете свой завтрашний день с позиции вчерашнего и надеетесь, что что-то изменится само по себе. Несколько лет своей юной жизни я находилась в отношениях с парнем, который каждый день меня унижал, а потом просил прощения. Поскольку я выбрала парня по точному подобию своего отца, он мне нравился. Я постоянно думала о его хороших сторонах, жалела и надеялась, что он исправится. Однажды я шла по улице с пакетами продуктов, чтобы приготовить ему пельмени. Мне было 22. Я шла и горько плакала. Я настолько привыкла плакать каждый день, что какая причина была на этот раз, я даже не понимала. Приятно так было идти и страдать чувства о себе, при этом взрослой и умудренной опытом женщины. И вот в этот самый момент я вдруг словила себя на мысли, что походу мне как-то не нравится этот сценарий. Я, не отпуская из рук пакетов, и прихрамывая из-за натертой мозоли, промотала свою жизнь на 10 лет вперед. И увидела себя с этими же пакетами, идущей по этой же дорожке, со слезами на глазах и детьми, бегущими вслед в затертых ботинках. Было очевидно, что богатая жизнь мне с ним не светит. И остановилась. Внезапно я осознала, что ничего не поменяется, что он не станет другим, а я, скорее всего, так и останусь, ревущей женщиной, которая каждый день просит своего мужа не пить и не кричать громко, чтобы не разбудить детей. Я дошла до квартиры, достала пакет и собрала свои вещи. Вызвала такси, включила на полную громкость трек Ирины Билок и начала танцевать, понимая, что это конец. Что только что я выбрала свою новую жизнь, и чего бы мне это ни стоило, я больше никогда не вернусь к себе прежней. А главное, я не вернусь к нему, хотя он удержал мою душу возле себя не один год. Такси подъехало. Я села на заднее сидение и впервые за долгое время зарыдала от счастья. Два месяца он звонил мне каждый день. Приезжал с цветами и обещал, что изменится. Но тогда он еще не понял, что изменилась я. Потому что в тот день я выбрала себя. У каждого из нас этот переломный момент поступает в свое время. Но до тех пор, пока он не наступит, вы не сможете приступить к новой части своей жизни. Находясь в одной и той же обстановке, день за днем, совершая одни и те же действия, мы становимся рабами своего опыта. Мы останавливаемся в развитии и не можем создавать ничего нового, включая новые мысли. А ведь именно они и создают нашу реальность. И до тех пор, пока вы думаете, как жертва, постоянно жалуетесь на жизнь и можете произнести вслух причины всех своих неудач, у вас нет шансов. В этом состоянии вы даже пожелать ничего не можете. И если бы перед вами появилась волшебная фея и сказала, давай, скажи, чего ты хочешь, я все это осуществлю, даю стопроцентную гарантию, вы бы растерялись и назвали бы какую-то выдуманную банальщину, потому что давно загнали себя в такое болото, в котором даже мечтать невозможно. Потому что любая мечта кажется заранее невыполнимой. А раз она невыполнима, то зачем тратить время на глупости? И страшное здесь даже не это. Страшно то, что, живя такой жизнью, вы напрочь лишаете себя духовного начала и внутренней гармонии. Вы сами отказываетесь от возможности быть счастливым и уметь осуществлять свои желания без боли и сражений. Каждый день вы удаляетесь от своего внутреннего «я» и испытываете странное чувство, словно вы проживаете не свою жизнь, а чужую. Ответьте мне честно. Бывало ли у вас такое, что вы смотрите на ситуацию, происходящую с вами со стороны, так, словно вы находитесь в кино? Она кажется вам глупой и абсурдной, и вы не понимаете, как именно это могло с вами произойти. Хочется больно ущипнуть себя. Вы широко открываете глаза и понимаете, что это не сон. И от этого удивляетесь еще больше. Сейчас я скажу вам что-то важное. Вы уже готовы. Я прошла несколько кругов ада в своей жизни. Вначале заработав миллионы долларов, а потом их потеряв. Вначале встретив мужчину своей мечты, а затем сражаясь за наши отношения. Вначале достигнув признания, известности, а затем осознав, что это не то место, где я хочу быть, и поэтому решив начать все с полного нуля. Сегодня у меня есть четкий ответ, как получить все, что захочешь. Первыми наработками об этом поделились еще в далеком 1910 году. Но до сих пор лишь незначительный процент людей используют эти знания и получают то, о чем большинство так никогда и не узнает. Материальный и духовный мир — два крыла одной птицы. И чтобы обрести истинное состояние счастья, нам необходимо как понимание, кто я, зачем пришел, каково мое предназначение, так и возможность осуществлять свои мечты, жить в красивом доме, иметь возможность путешествовать по миру, останавливаться в лучших отелях, покупать автомобили, в которых приятно и безопасно ездить, и радовать себя огромным количеством других материальных благ. Когда обычные люди спрашивают меня, каким образом мне удалось достичь того, что я имею, я говорю просто «Мне повезло». Неосознанным людям гораздо проще принять факт везения и объяснить этим успех другого, нежели встать на пути знакомства с собой и проделать те шаги, которые сегодня делают мои ученики, ежедневно заменяя свои внутренние ограничивающие убеждения и программы. Вот некоторые из них. В жизни ничего не дается легко. Жизнь – это боль и сражение. Без труда не вытащишь и рыбки из пруда. Деньги честным путем не заработать. В нашей стране невозможно много заработать. Деньги – не главное. Можно жить бедно, зато счастливо. Если есть деньги, нужно срочно все потратить, а то завтра не будет. Или наоборот. Копи на черный день. Я могу продолжать этот список еще долго. И я тоже думала о том, чем же была причина моего столь непростого, хотя и интересного пути. Но я очень рада, что вовремя начала получать ту информацию, которую сейчас делюсь у себя в марафоне. И ежедневно, бесплатно, вещаю себя в Instagram и на YouTube-канале. Поэтому, если вы захотите поглубже понять, о чем именно я говорю, на главной странице моего сайта ольга.ермилова.ком Есть все ссылки. Хочу, чтобы сейчас вы осознали главное. У каждого из нас есть мозг. Это и есть наш суперкомпьютер, который помогает нам поддерживать связь со всей Вселенной, с помощью которого мы не просто можем, а уже получаем все то, что живет в нашей голове. Да, то, что вы имеете сегодня, вы создали сами. Это результат ваших мыслей. Я понимаю, сколько противоречий сейчас у вас внутри. Что, я разве хотел себе эти долги? Да. Я хотел эти отношения? Да. Я хотел такие проблемы со здоровьем? Да. Все, что вы имеете, вы создали сами. И вскоре вы это сами осознаете, когда мы начнем с вами знакомиться поближе. Но я хочу сказать вам и самую крутую новость. Вы можете получить все, что пожелаете. Вообще все. И для этого вам нужно всего лишь научиться работать силами своего разума. Вы даже не представляете, какие перед вами открываются возможности. И очень хочу, чтобы вы, как и я, научились получать от жизни все. А главное, перестали быть жертвами и видеть во всем лишь неприятности и проблемы. Ниже я хочу поделиться с вами тем, что пережила совсем недавно. После того, как добилась потрясающего успеха во всех отраслях жизни. И хочу, чтобы вы внимательно это прочитали. Потому что то, чему я сейчас посвящаю свою жизнь, то, благодаря чему мне вновь удалось вернуться на свою волну, может сильно помочь и вам. Я не призываю вас ничего делать, кроме как прослушать то, о чем я расскажу дальше. Я давно искала дно, потому что отлично знала, что от него можно оттолкнуться. Моя жизнь с виду не была так ужасна. И в этом была вся проблема. Бизнес как-то шел и приносил деньги, которые едва покрывали немаленькие расходы на персонал, офисы, базовые вещи. Я много пробовала, экспериментировала и при этом понимала – не то. Но мой разум постоянно успокаивал меня, просил расслабиться и не паниковать. И я расслаблялась. Я внушила себе, что напрягаясь ничего не изменишь. И просто ждала дна. Как именно оно выглядит, я не понимала. И каждый раз, когда ситуация еще сильнее ухудшалась, я думала – вот оно, это мое дно. Так происходило пару лет. На протяжении этого времени мы с мужем отчаянно сопротивлялись и сражались. Хватались за каждую возможность, но ничего кардинально поправить не могли. Денег становилось меньше, долги росли, а мы не понимали, что именно делаем не так. Но настало тогда, когда муж серьезно заговорил о переезде в другую страну на год со сдачей нашей квартиры в аренду за весьма крупную сумму. Я не могу и не хочу описывать ту боль, которую я тогда испытала. Потому что сейчас я прекрасно понимаю, как устроена энергия и как именно мое сознание управляет ей. Я понимаю, что даже безобидный пост где-то в Инстаграм может создать абсолютно ненужные энергетические вибрации, которые притянут ко мне подобные. А я больше не имею планов страдать или собирать на эту аудиторию. Нет, мои хорошие. Я просто хочу, чтобы вы знали, что было и такое. И что все, что вы видите сейчас, это не везение или судьба. Это ежедневная работа над своими мыслями и глубокое изучение темы управления и устройства жизни человека. В ту ночь я больше не заснула. Я сказала своему разуму, что беру управление им под свой жесткий контроль. И отныне запрещаю ему думать о чем-то кроме успеха. Только сейчас я готова рассказать вам всю эту историю. Срок давности, который не так уж велик. Но у меня есть только одна цель. Я хочу, чтобы вы осознали, то, как вы часто представляете жизнь других людей, это всего лишь ваше представление и убеждение. Я хочу, чтобы вы поняли, что успешные люди ничем не отличаются от вас, кроме мыслей и внутреннего настроя. Я хочу, чтобы вы поняли, почему порой жизнь с картинки, которую ты так долго строил, начинает разваливаться, а ты не понимаешь, что не так. И повторяешь глупую, заученную с детства фразу «Жизнь как зебра, черная полоса чередуется с белой». Все это абсолютная неправда. И я хочу рассказать вам о том, что на самом деле счастье и успех могут быть постоянной величиной, без всяких полос, что не имеет значения, где вы живете, сколько вам лет. И главное, каким бы глубоким сегодня не было ваше дно, вы можете оттолкнуться и исправить это. Я сделала это и пообещала себе больше никогда не сходить со своего пути. Благо, теперь я знаю, что для этого делать. Один месяц должен изменить мою жизнь. С этой мыслью я открыла глаза и почувствовала, как страх вжимает меня в подушку. Сережа, мой муж, смотрел на меня в упор. Я поставил нам дедлайн. Мы больше не можем ждать чуда и делать вид, что ничего не происходит. У нас один месяц. За это время мы сдадим квартиру и примем решение, что делать дальше. Я застыла. Это он и правда говорит о нашей квартире стоимостью миллион долларов, на которую мы вместе заработали. Где все сделано так, как мы всегда мечтали. Где растут наши дети. Как? Жена. Мы работаем не покладая рук, чтобы в результате покрыть базовые расходы. Заплатить всем зарплатой и, похоже, мы не в силах найти выход. Нужно это остановить. Уедем на год. Кстати, давай продадим машину. Мой Порш, на который я лично заработала за пару месяцев и который стал частью меня продать. Немые фразы выскакивали из меня и вступали в жесткий диалог с мужем. Но это внутри. Я сидела, уставившись в одну точку и молчала. Не буду сейчас описывать, что переживала тогда. Я не хочу этим жить сейчас. Просто знаете, что чувствовала я себя так, словно я 12 лет готовилась к Олимпиаде, выиграла ее, а теперь должна продать все свои медали. Сразу скажу, отучивайтесь постоянно переживать негативные эмоции, делясь историями из своей жизни. Даже теми, которые прошли 100 лет назад. Наше тело с точностью до вибрации вновь и вновь переживает весь стресс всякий раз, когда вы проигрываете в своей голове воспоминания. Разум не отличает прошлое, будущее и настоящее, так же, как не отличает реальность от фантазии. Он просто излучает энергетическую вибрацию и притягивает к вам все, что имеет ту же чистоту. То есть, думая о том, как отдать долг, вы притягиваете еще больше долгов. Вспоминая прошедшую несчастную любовь, вы притягиваете то, что будет вызывать у вас страдания. Это вам на заметку и для понимания, почему я сейчас не заставляю вас плакать в деталях, рассказывая о своих страданиях. Хотя раньше я активно использовала этот приемчик. Ненавидела ли я в те минуты мужа? Да. Скажу вам больше. Я понимала, что если мы сейчас не найдем другого решения, вместе мы не останемся. Я не смогу ему простить нашего краха. Поэтому я вновь обратилась к своему разуму и сказала, наша с тобой задача — найти выход. И у нас на это ровно месяц. Было ли мне страшно? Уверена, вы знаете ответ. Я недолго искала ответ на этот вопрос, а просто взяла лист бумаги и начала выписывать свои самые успешные периоды. Мне было важно понять, что их всех объединяло, что мы делали особенного, когда нас сильно несло вверх. Ведь если вы уже слушаете мою книгу «Зажигалка», вы знаете, как многого нам удалось достигнуть вместе. Итак, что мы делали? Первым пунктом стало обучение, потому что учились мы много и даже познакомились во время трансформационного тренинга. Второе — медитация. Медитации вошли в нашу жизнь после очередного тренинга по познанию в себя, и мы настолько серьезно отнеслись к этому инструменту и поверили в него, что часто, обсуждая свой успех между собой, говорили о том, как круто и неожиданно для нас это сработало. Третье — мы много и тяжело работали. Настолько тяжело, что в какой-то момент я почувствовала даже надрыв и покинула нишу, в которой достигла немалых высот. Это были свадьбы. Что-то не складывалось в общую картину. Я снова закрыла глаза и представила свой разум. В этот раз он выглядел более сосредоточенным и взрослым. «Нам нужно найти ответ», — сказала я. «Я работаю!» — получила я ответ и поняла, что мой работничек активно не желает ничего делать. Где-то произошла системная ошибка. Где? Я понимала, что хожу где-то рядом. Возможно, не один месяц. И не могу найтись. Я закрыла глаза и уснула. Во сне я увидела себя на огромном стадионе. Я стояла на сцене. Везде были развешаны огромные экраны. И там была я. Я резко проснулась и попыталась понять, о чем говорит сон. В голове жила лишь одна мысль. «У тебя месяц». Внезапно я снова отключилась. В моей голове начали проплывать мысли. «Какая сложная у меня жизнь! Легкие пути нет для меня!» «Я всегда попадаю в самые сложные ситуации, но вживаю. Я воин. Я выгрызу свою победу!» Утром я открыла глаза. Вся эта каша из мыслей назойливо сидела у меня в голове. Каждую из них я повторяла сотни раз за свою жизнь и всегда гордилась ими. Но в этот раз они не показались мне столь привлекательными. Что все это значит? Ответ на этот вопрос мне и предстояло узнать. Небольшая ремарка. Все это время, а это длилось несколько лет, мы брались за разные проекты и бесконечно экспериментировали. Мы зарабатывали немаленькие деньги по мерке обычных людей. Но, как я всегда говорю, богатым ты можешь назвать себя лишь в случае, когда тратишь меньше, чем получаешь. Для кого-то то, что я называю дном, просто мечта. Но я никогда не ставила себе низких планок и не мечтала не работать. Моя личная реализация, пожалуй, не менее значимая для меня функция, чем материнство. Потому что, когда я делюсь этой историей, я хочу, чтобы вы понимали, наш поиск заключался не в деньгах на хлеб, а в возвращении на уровень, где мы уже привыкли жить. Но самое главное, отправившись на поиски себя и дела своей жизни, я дико хотела наконец отыскать свое место. Найти то, что люди зовут предназначением, дело, которому я хочу служить. Все гениальное просто. Тогда почему мне так сложно, думала я? Очень хорошо размышлять о жизни, когда уже все хорошо. Но в момент, когда в баллоне заканчивается кислород, сложно думать позитивно. Мои сотрудники начали рассказывать, что в мире сейчас кризис, и поэтому ничего не покупают. И я решилась на беспрецедентное для себя решение. Уволить всех и самой встать у руля. Тогда я за два дня заработала больше, чем за последние три месяца. Это было открытием для нас всех. Впрочем, так мы попрощались не только с персоналом, но и с офисом, который мы просто сдали в субаренду и заработали еще на этом. Нам предстояло выплыть, и я безжалостно прощалась со всем лишним, понимая, что готова расстаться с любым имуществом. Во мне проснулся азарт. Я поняла, что могу. И четко осознала, что я победитель. Что знаю этот вкус, и я решила начать каждый день ощущать его во рту так, как это могло быть возможно. Вообще, это очень важно. Вновь поверить в то, что ты не просто капитан, ты действующий игрок. Именно поэтому я для себя навсегда удалила модель неработающего босса, который сидит под пальмой и управляет бизнесом. Кстати, сейчас мы строим бизнес без людей. От слова совсем. И это шикарно, хочу я вам сказать. Но об этом в другой раз. Тогда я поняла, что денежная энергия никуда от меня не делась. Скорее, я пряталась в нее. И так я вышла на прямой контакт с людьми. Сама стала общаться в Инстаграм, сама продавать свои бизнес-тренинги, личные консультации. И поняла, что мне нравится быть ближе к людям. Энергия вокруг меня начала меняться очень быстро. И я не хотела ее спугнуть. Я стала чувствовать желание побыть с собой наедине. И вспомнила о медитациях, которые когда-то создавали мою реальность. Я знала так много техник, так круто их использовала. Но потом, что-то случилось потом. И я решила, а почему бы и нет. Пришла к Сереже и сказала, давай вернемся к тому, с чего мы начинали. И вновь обратилась к своему разуму. Точнее, начала это делать регулярно. И поскольку у меня был многолетний опыт программирующих свое подсознание медитаций, которые я с успехом забросила, особых сложностей не возникло. А дальше начали происходить удивительные вещи. В 2010 году мы отчаянно пытались построить новый бизнес. Кризис переживали многие отрасли и бизнесы, строительные, а мой муж занимался им в том числе. Спустя годы я могу сказать вам, что тот кризис был неизбежен. Цены взвинчивали до неприличия, а уровень предлагаемых товаров и услуг был, мягко говоря, хромающим. Я пришла в свадебный бизнес полным новичком. И за полтора года мое имя стало все чаще фигурировать со всех сторон. А ведь я просто создавала агентство, которому бы сама хотела доверить свою свадьбу. Так как в этот важный период так и не нашла для себя такого. Отчетливо помню, как люди не хотели шевелиться, искать новые решения, развиваться и придумывать. И я, делая себе свадьбу на 30 человек с бюджетом 50 тысяч долларов, неделями ждала от агентств шаблонных предложений. И вот сегодня я с удовольствием наблюдаю, как бренды ищут нестандартные решения, какие близкие отношения стали между потребителем и клиентом. И это прекрасно. Я развивалась в бизнесе скорее интуитивно и сама задавала стандарты. Но как же так получилось, что моя интуиция столь шикарно работала? Пару слов о ней. Интуиция — это постижение истины непосредственным созерцанием, мистическим проникновением, без научного анализа. Ваш внутренний голос, имеющий связь с подсознанием, которое, в свою очередь, связано со всей Вселенной. Помните этот внутренний голос, который часто направляет, подсказывает и оберегает нас? Так вот, абсолютно интуитивно, однажды, в 2010 году, Серёжа предложил пойти с ним на один интересный тренинг, связанный с развитием интуиции. Там мы впервые познакомились с медитациями. И поскольку обещания были нереальные, а в физическом мире для своего бизнеса мы сделали тогда всё, на что хватило фантазии, мы стали вместе медитировать по три раза в день. Каждый раз, закрывая глаза и погружаясь в медитацию, в голову стали приходить идеи, которые мы немедленно обсуждали и реализовывали. За год наша жизнь полностью перевернулась. Мы вышли из долговых кредитов и стали знаковыми персонами на свадебном рынке. Люди, которым в голову постоянно приходили новые идеи, меняющие правила игры в нашей бизнес-нише. Мы превратились в самых настоящих лидеров. Медитировали ли мы всё это время? Да. А теперь внимание. Знаете, что всегда поражает меня в нас, людях? Лень и наше ненавистное. Я знаю. Каждый раз, когда я кому-то рассказываю о том, чем занимаюсь и как это влияет на жизнь, люди говорят, «А, так я знаю! Я читал, я смотрел, кто-то мне говорил». И ничего не делают. Так вот, мы ещё тогда отлично испытали на себе эффективность работы с нашим подсознанием и интуицией. Но спустя время, когда проблемы решались, мы плавно переставали это делать, занимаясь более важными делами. И возвращались к практикам, лишь когда заканчивалась инерция, мы понимали, что начинаем катиться вниз. А потом и вовсе на это забили. «Мне не хватает сил изменить жизнь». Я слышу от многих из вас эту фразу очень часто. И вы даже не понимаете, на какие испытания способны обречь себя, произнося их. Я тоже не представляла. Когда я говорила, что деньги перестали меня радовать, и мне кажется, что в жизни они слишком переоценены, я вообще не имела ни малейшего понятия, как сильно наши мысли влияют на нашу реальность, прикрываясь фразами о позитивных мыслях так, словно я и правда что-то об этом знаю. Поднявшись на вершину, я все чаще стала злиться на людей, жаловаться на усталость, притягивать свою жизнь сложных клиентов. И главное, я полностью забила на все медитации, дневники и прочие практики, посчитав, что больше в них не нуждаюсь. Незаметно для себя мы с мужем превратились в загнанных, раздраженных людей, которые постоянно нажимали на газ, боясь остановиться и при этом абсолютно уверенных в том, что мы все знаем и понимаем. Но в жизни без ежедневных сражений никуда. Жизнь просто услышала нас и превратилась в злого и страшного героя, которого мы должны были постоянно побеждать. Анализируя происходящее, осознаю, что зарабатывать большие деньги можно и с эмоциями страха, агрессии и прочими весьма неприятными нотками. Любая, даже сильно негативная энергия чудесно аккумулируется в деньги. И это действительно так. Но вот ощущение денег, заработанных в состоянии так называемого потока и тех, которые приходят так, словно каждый день ты отправляешься на войну, абсолютно разные. Каждый день деньги приходили к нам сложнее и в плавно уменьшающемся количестве. Давай вернемся к практикам. Помнишь, как круто они работали? Такой разговор мы с Сережей затевали раза три в месяц на протяжении лет двух-трех. И всякий раз не находили на это время по причине супер занятости. Помню, как мы решили пройти один тренинг по работе со своим мышлением. Я слушала его на перемотке. А потом пришла и сказала, Сережа, тебе как? Он ответил, я слушаю в ванной, пока бреюсь, все правильно там говорят, мы так и делаем. Почему-то я все-таки решилась переслушать первое занятие и внезапно услышала слова, которые буквально все перевернули. Я скажу то, что перевернет вашу жизнь. Именно с этой фразы красивый баритон переводчика начал монолог, который я переслушала раз двадцать подряд. Вы сейчас уверены, что все, о чем я говорю, вы уже знаете. И одобрительно киваете головой, соглашаясь. Мол, о, какой он молодец. Да, пожалуй, он хороший человек. Ведь я тоже об этом знаю. Да, кстати. Я читал об этом книги. Помню, даже фильм какой-то смотрел. Там тоже об этом упоминали. Но эта информация о том, что мысли материальны и о том, что мы сами создаем свою реальность, далеко не новая. А есть что-то новое совсем, то, чего я не слышал. А то даже скучно иногда. Ну, все понятно. Сейчас слушайте меня внимательно. Продолжал вещать голос. Я каждый год зарабатываю миллионы самых настоящих долларов. И, как вы понимаете, не особо-то нуждаюсь в вашей похвале. Но отличаемся мы не этим. Нет. Деньги тут ни при чем. Просто, в отличие от вас, я каждый день реально работаю над своими мыслями. И за последние несколько десятилетий не было ни дня, когда бы я пропустил. Потому что я отлично понимаю, к чему приводят эти. И я знаю. Все говорят. Я знаю. Но сколько людей вы знаете, кто делает? Я нажала на паузу и почувствовала дрожь по всему телу. Миллионы иголочек буквально одномоментно начали бить в меня. И я ощутила неописуемое состояние внутри себя. Помню, как я забежала в комнату к Сереже и закричала «Я знаю, что делать!». Он посмотрел на меня. И я сразу увидела, что поверил. За эти годы мы научились понимать друг друга без слов. Сейчас вы можете подумать, что это красивая история. И очень много людей подумают именно так. Но те, кто знают меня, поверят. И я хочу, чтобы вы пошли со мной и перешли на новый путь. Потому что те, кто сейчас осознают, какой величайший секрет я только что рассказала, всего за какой-то год могут полностью перевернуть свою реальность так же, как это мы сделали с мужем. Мы не просто вернули свою жизнь. Мы изменили ее энергетическую вибрацию и убрали из нее страдания, сложности, сражения. Мы стали со своей жизнью страстными любовниками. Думать позитивно, думать, что ты все знаешь и все понимаешь, думать, что раз ты много читал и слышал, и сделать это ежедневной практикой своей жизни, это две абсолютно разных реальности, меня буквально трусило от этого осознания. И я сказала, Сережа, я хочу делать. Я хочу стать лучшей, стать настоящей чемпионкой по управлению своей реальности. И я хочу добиться таких результатов, чтобы все, кто обо мне узнавал, присоединялись и шли вместе со мной. Я не знаю, сколько времени мне понадобится, но я начну прямо сейчас. Я с тобой, произнес мой муж. И мы незамедлительно приступили. Спустя месяц мы не только получили возможность не съезжать с нашей квартиры, но и закрыли половину долгов. Каждый день, работая над своим мышлением, с помощью специальных практик, полностью пересмотрев взгляды на свою жизнь и начав все заново, мы, словно моторная лодка, вынырнули с многометровых штормовых волн и отправились в самое интересное плавание, которое имеет название «Рерайтер жизни». Я не предлагаю вам сегодня ничего покупать или бежать ко мне, но если вам что-то откликнулось внутри и вы все-таки дослушали до конца, заходите в мой инстаграм и посмотрите хотя бы парочку моих эфиров, которые сохранены в ленте или которые я провожу вживую. Потому что для огромного количества людей наше знакомство стало переломным. Кто знает, возможно, вы тоже окажетесь среди тех, для кого я выступлю волшебницей и помогу обрести себя и жизнь своей мечтой. Ваша Ольга Ермилова